Тюмени юниоры Тюмени юниоры Тюмени юниоры Тюмени юниоры А вот вопрос, кто из ребят поедет в Сербию, пока остается открытым. Каковский в этом году хочет попробовать свои силы среди профессионалов и планирует сконцентрироваться на подготовке к более важным для своей карьеры турнирам. Состав мужской дружины на командный чемпионат Европы тренерский штаб сборной России определит позже. Сумеет ли форвард Тюменского Рубина Иван Степанов, которому сегодня исполняется 19 лет, преподнести себе подарок на день рождения в виде победы над нефтекамским Торосом? Ответить на этот вопрос нападающий пообещал в перерыве матча, прямую трансляцию которого вы сможете посмотреть на сайте asnta.ru, а также на канале Тюменское время. Но не обошлось и без плохих новостей. Третью и четвертую игру полуфинала Кубка Петрова пропустит нападающий хозяев Егор Попов. Который до этого принял участие абсолютно во всех встречах сибиряков в сезоне. Напомним, сейчас подопечные Михаила Звягина уступают в серии 0-2. И для продолжения борьбы за главный трофей ВХЛ им необходимы только победы. Не знаю, думаю, где-то просто не повезло. А им наоборот повезло. Даже мы сами, если честно, в шоке. Вроде играем хорошо. Подговорим, аж концентрация где-то, еще надо концентрирование не играть. Ну, думаю, справимся. Все, вся серия впереди. В серии с Торосом три шайбы из шести рубин пропустил в меньшинстве. При том, что в девяти предыдущих встречах соперники тюменцев только однажды смогли реализовать лишнего. Сами же тюменцы пока ни разу не поразили ворота нефтеканцев при численном преимуществе. В первой игре нам помешало удаление. Много что было. Возможно, накопилось усталость. Мы пропустили голы. А во второй игре, я думаю, как-то мы вышли несконцентрированы. Какой-то такой отрезок игры был. Неудачный как-то для нас залететь. Как-то ничего не получалось. Но потом вроде все исправили, но поезд уже ушел. А вот в домашних матчах роль машинистов должны будут исполнить уже подшефные Звягина. Начало матчей сегодня и завтра во Дворце спорта в 19-й год. Когда за твой регион в эстафете бегут два топа сборной России, медали ждешь по умолчанию. Но, увы, разница между лидерами команды и их партнерами оказалась слишком разительной. Александр Логинов и Евгений Гараничев стали лучшими на своих этапах. А вот команда только шестой. Мужская эстафета завершала чемпионат России по биатлону в Жемчужине Сибири. Фаворит был очевиден. Сборная «Югры» с 2015 года никому не отдает золото в этом виде. А порой берет медали двумя составами. После второго этапа «Югра-2» даже вышла в лидеры, но затем сбавила обороты. А на авансцену вышли земляки из первой сборной. Уроженец Тюменского района Семен Сучилов на третьем этапе возглавил пилотон. А ведь принимал эстафету только седьмым. Мы думали, конечно, без разницы, лишь бы, чтобы «Югра». Но когда я сам поехал и почувствовал, что я могу догонять, конечно, мне стало принципиально уже справиться со своим этапом. Вадим Филимонов уверенно завершил начатое Семеном. И эстафетное мужское золото пятый год подряд едет в Ханты-Мансийск. Отдельный разговор выступления тюменцев. Уже на первом этапе Евгений Идинов зашел на штрафной круг. Александр Логинов доказал реноме лидера сборной России. Он с 12-го места потянул тюменский коллектив на третью позицию. Увы, Игорь Шитько на третьем этапе зашел на два штрафных круга. Эстафету Гараничеву он передал 14-м. Евгений бился до конца. Идеально отработав на огневых рубежах, он финишировал шестым. Спустя рукава перед своими болельщиками тюменец сбежать просто не мог. Спасибо, конечно, большое. Очень здорово, когда приходят за нас поболеть болельщики, телезрители или экранов. Большое им спасибо, что они нас всегда поддерживают, невзирая на какие-то неудачные старты. Всегда с нами. Спасибо им, конечно, большое. Чемпионат России 2020 года пройдет в Ханты-Мансийске. Тюмень же в сентябре примет летнее первенство страны. Две медали завоевали дзюдоисты Тюменской области на Кубке Европы в Туле. Победу одержал Джавад Гусейнов. А бронзовым призером стала любовь Орлова. Турнир среди борцов до 18 лет собрал три с лишним сотни молодых спортсменов из 20 стран. Гусейнов на пути к золоту выиграл четыре поединка. В финале воспитанник Тюменской Дю США Тура сумел огорчить москвича Александра Абрамова. Орлова после поражения во втором туре получила шанс проявить себя в утешительном раунде. И не упустила бронзу, выиграв ипонами три поединка подряд. В Архангельской области продолжается чемпионат России по лыжным гонкам. Состоялись разделки свободным стилем. Мужчины бежали 15 километров. Тюменец Иван Якимушкин ранее был шестым в спринте и четвертым в скетлоне. И вот, наконец, пробился к заслуженной награде. Он стал вторым, уступив 15 секунд только Андрею Мельниченко из Красноярского края. Призер Олимпиады в Корее Денис Спецов показал пятый результат. У женщин в гонке на 10 километров выиграла Наталья Непряева, представляющая Московскую и Тверскую области. Лучшей из тюменок стала Екатерина Смирнова, занявшая восьмое место. Велосипедисты Тюменской области вновь отличились на Крымском шоссе. В рамках всероссийских соревнований, прошедших в районе Севастополя, им удалось завоевать две медали. Среди мужчин боролся за главный приз Глеб Кугаевский. В старте на 138 километров тюменец финишировал вторым. Подопечный тренера Виктора Силина не успел догнать победителя, москвича Сергея Зацепина, которому уступил 6 секунд. В Перми состоялся финал чемпионата студенческой волейбольной лиги России. Удачно в его рамках выступила сборная Тюменского индустриального университета. Подопечные Анатолия Ларионова стали обладателями бронзовых наград. Чемпионом турнира стала команда Алтайского педагогического университета из Барнаула.